Привет, пастор Мацула. Я очень рад, что мы с тобой смогли встретиться и записать видео вступления для каждой главы твоей книги. И первый мой вопрос тебе. Для кого ты писал эту книгу? Кто был в твоем сердце, в душе, когда ты вот ее решил написать? Я как пастор могу сказать, что пасторское призвание довольно широко. Я знаю пасторов по всему миру и также по всей России. В нашей церкви много людей, которые функционируют внутри призвания пастора. Каждый лидер домашней группы, каждый ассистент лидера домашней группы, сотрудники церкви, молодежная команда, все они каким-то образом выполняют часть призвания пастора. Мое сердце в том, чтобы учить и делиться своим опытом. И я верю, что Бог вложил в меня помочь людям понять свое призвание и расти в пасторском служении. Мацулла, как так, что я тебе по-русски говорю, а ты мне на английском? Мы делаем это для лидеров из разных стран, в России и по всему миру. Книга будет на разных языках. Потому что я могу по-русски говорить. Я могу говорить английский, и ты можешь говорить русский. Речь вообще об этом. Мы делаем это для того, чтобы добавить субтитры, и чтобы для всех было доступно, понятно. Твоя первая книга, Мацулла, о команде, уже была издана на многих языках. И поэтому я рад, что мы вот так можем такое новшество привнести и сделать это сразу на двух языках. Мацулла, ну тогда, продолжая наш разговор, у меня вопрос. Содержание книги, да, вот такое вступление сделай. В чем суть пасторского служения? Сколько вот разносторонних таких взглядов бывает на пасторское служение? Как ты об этом думаешь? Когда я решил написать книгу, моей основной мыслью было стремление объяснить, что пасторское служение — это широкое служение. Ты проповедуешь слово, но также следишь за организацией всех процессов. Когда церковь растет, у тебя появляется больше ответственности за сотрудников. Знать что-то одно этого уже недостаточно. Тебе нужно иметь понимание, видеть, куда дальше вести церковь, и быть способным развивать свои навыки. Если ты ограничиваешь себя в призвании, ты будешь успешным только какое-то время. Но чаще всего это не длится долго в будущем. Ты должен быть разносторонним, понимать разные аспекты пасторского призвания, должен посвятить этому служению свое время и добавить к нему свои навыки. Мацулла, и какие это четыре стороны, я так понимаю, в твоей книге? Я поделил книгу на четыре части. Об учениках, о пастухе, о строителе и о первопроходце. В четырех частях я хочу показать, как можно вести людей, показать, что такое лидерство, что такое быть пастором, быть лидером домашней группы. Я хочу помочь людям понять, если развивать в себе разные части служения и посвятить себя этому, тогда можно построить то, что продлится долго, и это будет созидать Царство Божье. То есть, все будет понятно, да, Мацулла в книге? Потому что я иногда, когда встречаю пасторское служение, там столько всего, что надо профессором быть, чтобы быть пастором. Это так или нет? Конечно, это часть для того, чтобы построить команду, которая сможет выполнять различные задачи. Но если ты не видишь задачи, например, ты отличный проповедник, это хорошо, но ты не сможешь построить церковь, только проповедуя. Я видел такое. Мы должны развивать организацию, бухгалтерскую систему. Ты должен тренировать своих сотрудников. Если нет, то ты столкнешься с тем, что все сможет развалиться. Мацулла, ну вот ты сказал, что все может просто вот развалиться, да, по сути, если пастор не занимается своей работой. Есть ли у тебя какие-то жизненные примеры? Я имею в виду, ты пастор уже сколько лет, кстати? Я являюсь пастором более 30 лет. Ой, это больше, чем многие прожили из тех, кто смотрит нас. Мацулла, ну вот ты служил в Норвегии, и я знаю, что Норвегия пережила большое пробуждение. Расскажи несколько слов о том, как это было и как сейчас. Я получал опыт в разных странах, в России, в Норвегии и других странах, где я был. Я видел быстрые взлеты и такие же стремительные падения. Также я видел успех утром, а вечером картина уже была совсем другой. К сожалению, в Норвегии я видел, как церкви сеяли во время харизматического пробуждения, а сейчас многих из них уже не существует. И несмотря на то, что они росли, у них были замечательные служения, у них отсутствовала ширина и баланс в том, как строить церковь. Я верю, что из-за простых вещей эти церкви не сохранились до нынешнего времени. Вот почему я хочу поделиться опытом в книге, чтобы помочь пасторам и лидерам по-настоящему понять, как сделать так, чтобы то, что они делают, продлилось долго. Павел говорил о плоде, что пусть он выглядит хорошо, но в конце, когда мы придем на небеса, может оказаться так, что плод не сохранился. Этого не должно происходить с нами. Мы должны быть смелыми, сиять, но также должны быть мудрыми. Это то, что мы делаем. Мацул, ты сказал, что ты в служении уже около 30 лет. А тебе тогда сколько лет вообще? Мне уже 59 лет. Тебе выглядишь как будто 29. Спасибо. Хорошо. Мацул, ну давай тогда, может быть, будем переходить к первой главе. Глава называется как? Первая часть книги называется «Ученик». Я хотел начать писать о подготовке и тренировке, потому что много лет назад услышал, как кто-то сказал, что подготовка – самая главная часть в жизни. Я согласен с этим. Потому что без подготовки ты никогда не станешь тем, кем Бог видит тебя. Таланты – это хорошо, но таланты должны расти. Тебе нужно научиться подчиняться перед тем, как вести других. Тебе нужно научиться быть учеником перед тем, как быть пастором. 12 апостолов начали с того, что были учениками, учились у Христа. И отношение ученичества должно быть в церкви, где люди должны расти. Я начал пасторство, когда мне было 29 лет. Но я был христианином всю мою жизнь. Но перед тем, как стать пастором, я помогал везде. Я делал все, что мог. Также учился два года в библейской школе. Мы должны понимать, если я собираюсь служить Богу, то я посвящаю себя. И также подготавливаю мою жизнь. Беру свое сердце ученика, чтобы вести других. Матсула, я с тобой работаю уже, служу, ну, больше 20 лет. И я о тебе много веселых историй слышал. Вот об этом периоде времени, до того, как ты стал пастором. Скажи, в книге что-то есть, какие-то такие истории? Там много веселых историй. Они появляются в главах, где я рассказываю о своих ошибках. Когда выставлял себя глупым, пытался делать то, что не умел делать. Но это часть роста и радостное время. Я учился два года в библейской школе. Это было определенно лучшее время в моей жизни. Нужно иметь такое отношение сердца. Я готов развиваться и учиться. Я могу починить себя. Я готов делать то, что не хочу делать. Но я делаю это для Господа. Это строит мой характер. Это поможет быть хорошим лидером. Матсула, ну, может быть, ты дать несколько слов буквально о твоем призвании вообще. С чего все начинается? Как ты был призван? Что произошло? Первая из четырех частей говорит о призвании Божьем. Все началось с Бога, с призвания, которое мы не выбирали. Он выбрал меня до того, как я знал Его. Осознание Божьего плана может прийти многими путями. В детстве я знал, что Бог призвал меня быть пастором. Но не у всех так. Это может произойти, пока мы растем. Самое важное, что говорит Павел, по благодати Божьей есть тот, кто я есть. Призвание начинается, когда Господь обращается к человеку и бросает ему вызов взять на себя служение. Это может быть домашняя группа, пасторство или какой-то другой талант в теле Христа. И что важно знать, что Бог не выбирал меня, потому что я замечательный человек. Он выбрал меня по своей милости. Если человек думает о себе высоко, например, я пастор, потому что я классный спикер, он упускает свое призвание. Все начинается с Бога. То есть я правильно тебя понимаю, места гордости нет вообще в пасторском призвании. Нужно смирить себя полностью и доверять им. Тебе нужно убить свое эго. Ты пастор, потому что Бог этого хочет. У меня есть дары, потому что Он мне их дал. Если я могу проповедовать, то это по милости Божьей. Из-за всего этого служение может свести. И я думаю, что это начинается с меня и моих возможностей. Ты можешь быть успешным бизнесменом, но это никак не меняет Царство Божье. Вот почему ученикам нужно было научиться. Иисус тренировал их смирению, тренировал каждого. Он не учил их быть первыми, но делать то, что может прославить Бога. Пастор, ты сейчас ведешь церковь, ведешь ассоциацию, где несколько сот церквей. И это плоды твоего служения. И многие люди, глядя на тебя, хотят быть похожими. Но я также понимаю, что есть цена, которой нужно платить. И что это вообще за цена? И нужно ли ее платить? Часть призвания в том, что ты должен умереть для себя. Убить свое эго. Принять Божий план. И взять ответственность. Хочешь ли ты следовать за мной? Он говорит ученикам о вызовах. Он говорил, вас будут искать. Кого-то убьют. Он открыто говорил, что может произойти самое ужасное, когда вы будете следовать за мной. Человек, который призван, должен быть готов к этому. Мы не должны доходить до уровня «хорошо», но быть лучше. Иисус сказал, все или ничего. Или ты следуешь за мной, или нет. Если ты следуешь за мной, то должен быть готов потерять свою жизнь за меня. Несмотря на то, что мы сейчас живем в другое время, не во времена Библии, мы должны сказать, Иисус, я говорю тебе «да» всем своим сердцем. Я сделаю все для тебя. Я буду жить там, где ты хочешь. Все, что ты хочешь, чтобы я делал, я сделаю. Какую позицию ты хочешь, чтобы я занимал в церкви, я готов занять. Если человек готов сказать это от всего сердца, вот тогда все и начинается. Мацула, ну, вопрос еще такой. В предыдущей твоей книге в конце каждой главы были какие-то вопросы. Эта книга также оформлена? Да, мы сделали так же. В каждой главе есть вопросы, чтобы человек мог подумать сам или собраться с другими лидерами. Например, пастор собирает своих лидеров, и они могут обсуждать проблемы. И это может быть полезным. Мы всегда делаем это в нашей церкви, и я думаю, это помогло нам. Здорово, Мацула. Спасибо тебе большое. Я тоже хочу еще добавить, что специально к этой книге мы создали сайт. И на этом сайте, адрес, который вы увидите прямо сейчас на экране, вы можете задавать всевозможные вопросы. И мы будем их аккумулировать и передавать пастору. Ну, а он, соответственно, будет на эти вопросы отвечать. Я уверен, Мацула, что мы сможем построить много хороших поместных церквей, и эта книга будет поддержкой для... Это замечательное время. Это время быть смелыми, инициативными, лидерами. Так что я рад быть частью этого. Спасибо, Мацула, и с нетерпением жду разговора с тобой о следующей главе.